Уважаемые зрители, у нас в гостях Елена Федоренко с русской псовой борзой. Здравствуйте, Елена. Скажите, пожалуйста, вы охотник? Ну, если можно, я сначала поясню, что означает слово охота. В том понимании, в котором вы, наверное, имеете в виду, слово охота употребляется относительно недавно. Раньше промысловая охота называлась ловом. А слово охота, если вдуматься в значение, охота, это что такое? То, что делаешь для забавы, для удовольствия. В этом смысле, да. В смысле добывания мяса и шкурок охота с борзыми никогда не была промыслом. Понятно. Вот, поэтому, так сказать, зайцами мы не питаемся и на себе это не носим. Понятно. Но вы с ними охотитесь, с борзыми, на зайцев? Безусловно. Вот в поле ездите, да? Да, в поле ездим. Большинство борзятников, и мужчин, и женщин ездят в поле. Но, опять же, я просто хочу привлечь внимание к тому, что эта охота не то, как обычно понимают охоту. То есть мы не профессиональные охотники. Она вот таким специфическим термином называется, садочная, да, если нажимаю? Нет, садки это... Или другой. От слова подсадной. Подсадной, да. Нет, у нас охота по вольному зверю. То есть, практически она приближена к тому, что было в те, в те самые старые времена, когда еще тройкоровские охоты были. Ну, что, прям на конях со сворами. Вот только без коней. Комплектная охота с гонщиками, нет? Комплектной сейчас уже практически нет, конечно. Ну, во всяком случае, для городских охотников. Ну, вот. Мы стараемся это делать, ну, чтобы поддержать просто необходимый уровень рабочих качеств в породе. Потому что без этого собаки, наверное, как мы думаем, все-таки через какое-то количество поколений начнут терять и свой облик. Потому что внешний вид, вот этот специфический борзой, все-таки очень связан с теми функциями, которые приходят собаке выполнять. Ну, разумеется. Ну, очень красивая, ухоженная собака. Наверное, вы уделяете много внимания вообще-то ее, как бы, быту, так можно сказать. Собственно, ухаживать за борзой собакой так вот не нужно. То, что она такая белая, это объясняется качеством их шерсти. Псавина мы называем шерсть борзой. Она очень сухая, совсем не жирная, не пахнет. Поэтому к ней не пристает шерсть. И она, в общем-то, всегда находится в таком вот достаточно ухоженном виде, как из химчистки, как некоторые говорят. Но это не потому, что собаку часто моют или каким-то особенным способом за ней ухаживают. Просто вот тип шерсти такой. Понятно. Но вы так рассказываете. Знаете, многие захотят... Вот куплюк я борзую за шерстью, не надо ухаживать. Такая красивая собака, как у меня все будут смотреть. Пальцем по голове. Вы знаете, я вам скажу, что это, наверное, основной фактор, которым руководствуются люди, особенно женщины, приобретая эту собаку. И они абсолютно правы. Потому что, в общем-то, и сохранилась эта порода, конечно, не благодаря рабочим качествам, а благодаря исключительной красоте. Вы знаете, мне кажется, это неправильно. Потому что, когда берешь такую собаку, надо с ней заниматься. Если не готов, то лучше и не брать. Вы знаете, вот тут я с вами не соглашусь. Потому что люди, которые исходят вот из такой позиции, что борзой собакой нужно как-то особенно заниматься, по-своему, наверное, они правы. Но из-за этого мы теряем, ну, наверное, большой круг почитателей этой породы. Потому что часто приходится на улице просто встречать людей, которые восхищенными глазами смотрят и говорят, ой, я бы, конечно, мечтал иметь такую собаку, но я же не охотник, я не могу с ней заниматься. Вот. Поэтому, мне кажется, это не совсем правильно. Люди, которые боятся завести собаку из-за того, что это будет связано с каким-то необыкновенно сложно организуемым досугом, это неправильно. Конечно, выезд на испытание, Бронечка, достаточно легко организовать, этим занимаются клубы, в общем-то, если у вас... То есть это примерно так же трудно организовать, как выезд за грибами осенью. Понятно. То есть досуг примерно такой же. Вот. Не так это сложно. Поэтому, в общем-то, всем, кто хочет заниматься этой собакой, людям, которым она очень нравится внешне или по характеру, обязательно нужно их завести. А дальше, я думаю, что люди просто настолько увлекутся и внешним видом, и историей, и... И гулять с ней вот сколько надо, вы думаете? Вы знаете, гулять с ней надо ровно столько же, сколько с любой крупной собакой. Не в том случае только, когда собака готовится к полю. Естественно, когда собака готовится к полю, как любого спортсмена, ее готовить надо специально. Но это занимает, ну, недели две-три. Может быть, погонить за велосипедом, за роликом, за роликами. Вот. В остальное время борзая гуляет столько же, сколько ризеншнауцер или любая другая крупная собака. Есть небольшая разница. Борзая — собака очень спокойного темперамента в быту. И если вы с ней вдруг не погуляете достаточное количество времени, то ничего особенного не произойдет. Она будет валяться на диване, как и раньше. Если вы не погуляете с активной собакой, вроде, ну, добермана, который у меня раньше был, ну, доберман, в общем-то, будет требовать выплеска этой энергии. Борзая нет, не будет. Понятно. Значит, то есть с ними надо гулять, как с крупной собакой, выезжать, как некоторое время по грибы, да? Это очень желательно. Да, да. Это очень желательно. Готовясь к пылевым испытаниям, и при этом это может сделать каждый. Это очень логичное заявление, вообще тоже, которое вы сделали. В общем, все мне понятно. Значит, эта собака, у нее есть специфические особенности, которые надо учитывать, когда ее заводишь. Я вас правильно понял? Во всяком случае, человек, который выбрал эту собаку за красоту, я вам могу сказать, что все борзятники, ныне живущие и раньше, выбирали эту собаку не за то, что у них рабочие качества необыкновенные, а прежде всего за красоту. А уже потом, как для члена семьи, пытались организовать для нее все, что для этой собаки необходимо. Любители всегда выбирают собак на основании внешних каких-то критериев. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания.